Все пропало, все пропало, все, теперь никто, никто не сможет приехать в Канаду, все просто ужасно, Польша закрыла границы, нужен карантин, что же делать, что же делать моим подписчикам, мозги включать. Доброго времени суток, дорогие друзья, вы находитесь на канале, посвященном Канаде, хотя я не в Канаде, но я каким-то чертом вещаю про Канаду, anyway, важно не где ты находишься, а важна информация, которую ты даешь. Она должна быть с официальных источников. Дорогие мои друзья, все плохо, все плохо, просто плохо, почему, сейчас объясню. У меня мои подписчики, которые сейчас получили рабочие визы, я их выкладываю, значит, выкладываю их в визы, говорю, ребят, посмотрите, люди уезжают, все дела, но там очень интересная вещь, там вместо рассмотрения визы, да, то есть вместо выдачи визы стоит Польша, стоит Варшава, и все мои подписчики ужаснулись, говорят, Вань, ну все, пипец, собеседование теперь не пройти, собеседование на рабочую визу в Канаду теперь не пройти, почему? Потому что, Вань, смотри, Польша закрыла границы, коронавирус, не получится въехать и не получится пройти собеседование, а следовательно, следовательно, все печально, мы не сможем проехать в Канаду. И самое интересное, что это повсеместно, если ты живешь в постсоветском пространстве, то в 99% случаев, если ты сейчас будешь подаваться на визу, эта виза будет рассматриваться в посольстве в Варшаве, и ты, к сожалению, ну не сможешь попасть в это посольство, а следовательно, все, приехали, все, пока прощай, Канада, ждем, когда коронавирус закончится, или как же въехать, что же делать, как же, то есть, что, получается, Вань, все твои ребята, которые, значит, получили рабочие визы, которые едут в Канаду, они что, ездили в Польшу, а как они туда попали, то есть, что они там, на карантине две недели сидели, а как же, надо же в посольство-то сходить, надо же в посольство сходить, пройти собеседование, чтобы получить визу. Ребят, я вам скажу честно, это все такая глупость, прям максимальная глупость, ребят, вам суд в уши, вам суд в уши постоянно, вам говорят о том, что нереально, невозможно, не получится, смотрите, собеседование в Польше не пройти, смотрите, в Польшу не въехать, Смотрите, вообще, не знаю, там очень дорого А вдруг я приеду в Польшу на собеседованиях Как-нибудь там останусь, приеду, все-таки пролезу, приеду на собеседование А мне откажут в визе из-за того, что я не прошел собеседование в посольстве Канады Дорогие друзья, мне надоело отвечать на один и тот же вопрос Сегодня мы с вами разберем, каким же образом люди получают визы в Канаду И я вам скажу сразу, по секрету Проходить собеседование не надо Дорогие друзья, данный ролик мне пришлось снять исключительно из одного Что в комментариях под постами, где я выкладываю там рабочие визы моих подписчиков Там студенческие визы моих подписчиков Начали появляться комментарии, как грибы Они такого плана, ну типа вот ты сейчас видишь его на экране Это что-то из разряда Вань, ну это же нереально, надо будет ехать в Варшаву А как, у меня денег нет на Варшаву лишний раз съездить А как же мне пройти собеседование, а что же делать Все печально, а вдруг откажут, а я значит потратил деньги Приехал просто так в Польшу, а вдруг что-то случится Не-не-не, мы будем сидеть на жопе ровно В какие, ни в какие Канады мы не едем Потому что собеседование почти нереально пройти Но мне надоело отвечать на один и тот же вопрос Говорю, ребят, мне нужно собеседование И знаете, они очень удивляются, мои подписчики очень удивляются Почему-то для большинства моих подписчиков Канада это равно Соединенные Штаты Америки Мы все с вами знаем, что в Соединенные Штаты Америки Чтобы получить визу, даже туристическую Нужно пройти собеседование с консулом Но Канада, ребят, это другая страна Это другая страна, с другим менталитетом, с другими правилами Это другая, мать его, страна А следовательно, там, возможно Можно хотя бы на секундочку подумать И может быть, возможно, там не надо проходить собеседование Именно там не надо проходить собеседование в посольстве Опять же, повторюсь, может быть один исключительный случай Когда вас что-то заставят прийти там, еще что-то Но это один на миллиард В 99% случаев не надо ничего сдавать Никакие собеседования проходить А как же делается виза? Все очень просто Есть официальный сайт правительства Канады На этом официальном сайте правительства Канады Вы можете зарегистрироваться Никакой IELTS вам не надо Ничего, просто зарегистрироваться Сделать личный кабинет После того, как вы сделали личный кабинет У вас появляется возможность подать на разного типа визы Ну, например, на визу студенческую На визу рабочую Податься через экспресс-энтри-систему Чтобы, возможно, потом эмигрировать Ну, еще всякие разные интересные плюшки и опции Но нас это не интересует Что же нас интересует? Нас интересует, каким же, мать его, образом Все-таки податься на визу в Канаду Все очень просто Смотри Ну, давайте мы возьмем, как, например, рабочую визу Вы нашли работодателя Вы, значит, зарегистрировались на сайте И выбираете опцию податься на рабочую визу Вам дается хреново туча аппликаций, которые вы должны заполнить А также вам дается место на сайте физически, куда ты должен приложить свои документы Фактически, с того момента, как вы приложите все документы и запишите аппликацию Вы уже подались на визу в Канаду Что же делать дальше? Ваши документы рассматриваются посольством Ну, там, или там, не знаю Ну, не важно Короче, каким-нибудь там иммиграционным консулом они рассматриваются Не важно, какой страны Вообще вам насрать Вам насрать на то, что какой страной там что рассматривается То есть, в какой стране сидит физический консул Нас не интересует Мы к нему не поедем Просто главное это уясните Вот, вы, когда ваши документы рассмотрелись Вам приходит заявление на что? На сдачу биометрии Биометрия это, типа, сдачу пальчиков, да То есть, чтобы въехать в Канаду, тоже сдать отпечатки пальцев Вдруг ты в Канаде там начудишь, чтобы хотя бы тебя потом нашли Вот, и ты идешь, сдаешь биометрию в специальном сертифицированном визовом центре Этот визовый центр находится, ну, он есть по всему миру, да То есть, в ссылках в описании я ссылку на него обязательно оставлю Можете зайти и посмотреть Также, в этот визовый центр вы сдаете паспорт на вклейку визы Когда ваша виза будет там одобрена, вы даете туда паспорт Этот паспорт они берут и отправляют в посольство Канады В любой стране, в какой им захочется Ну, большинство в своем это делается в ближайшей Допустим, если посольство Канады на территории, там, Российской Федерации сегодня почему-то не работает Это такое бывает, они отправляют в Варшаву Вот, Варшава, значит, посмотрела, что ты вроде все сдал, все документы подготовил, все их устраивают Вклеивают тебе визу Все, отправляют обратно документы в этот визовый центр Ты потом ножками в этот визовый центр приходишь, приходишь И забираешь паспорт Где вы в этом вот всем моем диалоге нашли собеседование? Где вы решили, что вам обязательно надо ехать в Варшаву? Где вы решили, что вам обязательно надо ехать там в Японию? А вдруг твою визу вклеят в посольство в Токио? Тебе что, в Токио лететь? Ну, это же полный бред, это абсурд, это абсурд А абсурд этот связан с тем, что, скорее всего, большинство моих подписчиков Не оцифровывает разницу между Канадой и Соединенными Штатами Америки Они считают, что раз в Канаду-то, ну, обязательно Она же рядом с Америкой находится, да? Ну, значит, это почти одна страна, скорее всего, и правила у них одни Поэтому, если я вот хотел турвизу в Америку получить, мне надо собеседование пройти Ну, наверное, и в Канаду тоже надо Забудьте это как страшный сон Ребят, просто запомните Не важно, в каком посольстве будет рассмотрена твоя виза Важно, что она у тебя на руках, и ты сможешь с ней уехать Это главное Важно собрать документы Важно заполнить правильно аппликации Важно доказать правительству, что ты там вернешься Если мы в свою страну Если мы говорим какой-нибудь туристической, рабочей или студенческой визы Это важно А вот где это физически будет рассматриваться Где физически будет вклеена виза в твой паспорт Это не важно Потому что ты туда, повторюсь, не поедешь Тебе просто надо отправить паспорт Дорогие друзья, в принципе, наверное, на сегодня это все Я просто хотел с вами поделиться Он просто у меня горит У меня правда, вот у меня жопа горела просто Я сидел на стуле и просто взлетал в космос От этих комментариев Причем люди, самое интересное Они же, они не знают и пишут Понимаете, вот самое интересное Такие утвердительные комментарии Типа, ну да, конечно Сейчас же в Польшу не въехать Визу не получить в Канаду Я такой, в Польшу не въехать Визу в Канаду не получить Что ты, блядь, несешь? Извините за мой французский И мне пришлось заснимать этот ролик Почему тема называется Что не пройти собеседование в посольстве Канады И все, т.д. и т.п. Соглашусь, сейчас это неправильно сделано Это было сделано для того, чтобы большинство людей Которые посмотрели этот ролик Они не понимают, что происходит Что теперь, нельзя в посольстве пройти собеседование Что происходит, бла-бла-бла Заходят в этот ролик И видят информацию о том, что не надо проходить собеседование Это сделано исключительно для того, чтобы большее число аудитории посмотрело И, дорогие друзья Я прошу небольшую помощь Небольшую помощь для того, чтобы вы мне помогли Если вы в комментариях под моим роликом Либо под роликом других ребят Которые снимают там про Канаду Видите сообщение за разряда Ну, я не могу поехать в Польшу, потому что это очень дорого Поэтому мне не получить визу в Канаду Отправляйте им этот ролик Пускай они его посмотрят Потому что, ну, таких людей надо переубеждать Блин, ну, какая Польша Господи, что все несут? Вообще, что происходит? Я могу понять Америка Но, не знаю Дорогие друзья Я морально истощен Вот такими вот комментариями На сегодня все, дорогие друзья Ставим лайки Подписываемся на канал Надеюсь, хоть чуть-чуть полезно вы уяснили Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok